Ребята, нам сегодня в комментариях человек написал, что может прокатить нас по городу, что-то показать, посмотреть, чтобы было не тяжело с ребенком ходить. Вот, мы с ним списались, а он приедет через час, и он нас отвезет покушать самсу и плов. Наконец-то, да? Да! Ты будешь кушать плов? Ну, у меня же хороший этот плов, не жирный, поэтому я буду есть плов. А еще мы покатаемся, получается, сегодня по городу. Мы съездили в те места, в которые нам было проблематично добраться. И, ну, с ребенком пешком очень далеко, на такси тоже не наездишься постоянно. В общем, сегодня мы будем... Я рад? Да, все! Все хватит. Радуется. Ну, классно. Классно, когда есть люди, которые вот так предлагают. Я не ожидал. Я в шоке. Я в шоке, все. Типан смотрит мультики на узбекском языке. По-моему, ему очень интересно. Ладно, идем дальше. В общем, друзья, за нами приехал человек. Попросил его не показывать. Катюша. Машина, да, классная, комфортная. Вообще, сейчас едем кушать плов и самсу. Передай, Степан, передай привет. Приехали кушать плов. Заходим. Здравствуйте. Разрешили зайти. Посмотри, вот это так готовят плов здесь. Никогда не видел, как плов готовят. Да? Да? Она просто еще в Усть-Покистане не ела плов. Да, не ела еще. Сейчас попробуем. Отлично. Ждем? Сейчас я покажу интерьер. Большой зал. Можем прям прийти покушать. Там еще один зал. То есть два зала. И нам просто накрывают. Мы хотели поесть только плов. Говорим, салат не надо. Нет, все равно надо. Попросили пол лепешки. Принесли целую лепешку. Сок принесли. Сок. Сок. Чай. Куда в нас только влезет. Нам просто несут и несут. А еще плов. Еще плов. А вот это я не знаю, что это такое. Ну так, наверное. Чего ходила, выбирала? Первое, что я конечно. Я же на диете. Ну ладно. Какая диета? Пожалуйста. Все несут и несут. Я не знаю, как мы это будем есть. Ну, осилим. Я возьму кусочек соусы. Сейчас попробуем. Это как я первый раз так увижу. У нас фарш. Это та, которую я хотел. То есть не фарш, а кусочки мяса. Ну, это классно, что мы в Москве никогда не ели. Угу. Никогда. Я могу точно сказать, что у нас сегодня какой-то идеальный день. Катя, принесли пироженку. Я в шоке. В восторге? Я в шоке. В большом. Нам столько внимания никто не уделял. Сколько нам уделяют в Самарканде. Человек попросил его не показывать, не говорить имени. Так что очень благодарны. Ребята, у нас просто эмоции, что за нами приехали. Нам накрыли просто вот такую поляну. Катя все прячет свои пирожки. Я его отодвигаю, чтобы не съесть. А то на десерт потом. Наверное, боится, что его украдут. Да. А еще чаек есть. Угу. Это мы заведение. Тут все светленькое, беленькое. Картина, красиво. Здесь еще есть зал. Вот можно тоже посидеть. Ресепшн. Все как полагается. Все хорошо. Пироженки. Зайдем на кухню. Тут готовят плов, да? Да. Тут готовят плов. Обложен. Интересно. Вот он под какой-то тряпочкой. Самса есть. Самса. Идем смотреть, как готовится. Самса. Кстати, нам принесли просто горячую, сочную. О, это рай. Это рай сенсей. Вот там на тандыре, да, делается? А дальше хлеб. Здесь готовится хлеб. В общем-то, как кухня? Класс. Честно. Мы в шоке. А он, короче, принесли плов. Вот он. Это шокардос. Давай, Катюха. Если честно, уже наелся. А что вкусно? Яичко вкусно. О, яичко сейчас буду. Понимаешь, когда я была беременная, мы вас ела, брали плов и... А, да, я ела плов, мясо отдавала Стасу и яичко отдавала. Пошли, это снило. Это первый плов у Кати в Избекистане. Настоящий. Вкусно? Угу. Очень вкусно. Все вопроснулся? Да. Берем удак соус, водогод. Хересика. Очень вкусно. Видео урок от Кати. Отломываешь кусочек мяса. Берешь много морковки. Тебе морковкой понравилось? Обожаю эту морковку. И вот это идеально. Дай Стёпе попробовать. Да. Катюша съела от силы вилок пять. Мне уже говорит, что... Очень вкусно. Ну, извините, пожалуйста, самсы Катенька съела штучки две. Чай выпила, две хорошие штучки. Конечно, еще рулет. Я не знаю, как мне это все влезет. Просто стол накрыли, очень шикарный мы съели. Сколько их было? Девять самсы? Двенадцать самсы? Я одну шпажку, я вторую. По шпажке, то есть по три самсы. Я сейчас салатик поем. Потому что плова я попрошу, чтобы сделали с собой. Я не могу просто столько съесть. Я даю в течение дня. Так что в течение дня нам не надо искать, где покушать. У нас будет нормальная, не фастфудовская еда с собой. Мы сходили, мы покушали. И нам еще два пакета еды собрали. Раян Томляр. Шикарно, просто шикарно. Очень вкусно. Еще нам положили с собой пакет хлеба, самсы, плова. Я не знаю, там, наверное, у нас осталось килограмм плова. Очень плотно покушали. Сейчас поехали в Самарканд-сити. Мы, кстати, Катя, с тобой здесь ходили. Помнишь, когда шли на фабрику? Мы же пешком с нашего дома шли. До фабрики. И вообще, конечно, погуляли. Накормили нас, конечно, до отвала. Все собой взяли. Сколько будем есть? Будем есть два дня. Есть точно будем два дня. Еще раз спасибо. Вы потом посмотрите. Это вам спасибо. Сейчас еще по пути заедем и купим настоящий хлеб в Самарканде. Попробуем. Сегодня плюс два килограмма. Может быть и три. Мы, как приехали, уже набрали, наверное, килограмма три. Как это? Как это? Вот так вот тут продают хлеб. Мы не успели подъехать. Они уже в этот с хлебом. Сейчас покажем. Вот так здесь продают хлеб. Сейчас возьмем лепешечку одну. Домой. Спасибо. Вот нам дали лепешку. Хлебушек тяжелый. И самое главное, она горячая и свежая. То есть нас в очередной раз угостили. Сейчас я пройду, покажу. Хлеб уберу. Вообще не дают ничего купить. Просто угощают. Не знаю, в чем проблема. Вот хлебушек горячий. Он хранится под одеялами. А там везде хлеб, да? Вот. А, вот. Спасибо. Вот. Самый оригинальный хлеб в Самарканде. Подарили сушеную дыню. Я не знаю. Нет слов. Вот просто нет слов. Сейчас Катюху порадуем. Катюша, нам еще дыню сушеную гостили. Я попробовала. Вот это вкусно. Не знаю, мы еще не пробовали. Это место называется Галасиоп. И там все покупают хлеб. Это самый оригинальный хлеб. Нас угостили лепешкой. И горячущая, да? Кусок, а, горячая. Мы сейчас ее попробуем. Сейчас я ребенка одену. И мы будем пробовать хлеб. Этот. И две упаковки сушеной дыни. Я их вообще ни разу не пробовал. Я даже не представляю, какая она на вкус. Ладно, попробуем. Заезжаем в Самарканд-Сити. Заблокировано, да? Да. Дорога. Под стоит. Вот тут Самарканд-22. Все красиво. В деревьях аллея. Вот такая. Лепешку, которую нам купили. Она горячая очень. Вкусная? Очень вкусная. Ребята, вот это все, этот, правительственные машины. Это все электромобили. Я не знаю, что это за марка даже. Да, кстати, очень интересная. Вот это что-то на Rolls-Royce похоже. Но это на Теслу. Это относится к гостинице. Вот той вот. Китайская, как я понимаю, гостиница. И вот там вот все в электромобилях. Еще здесь ездят гольф-кары. Сейчас я тоже покажу. Вот. Все охраняется. Везде стоит охрана. Этот. Ну, раз флаги разных стран. Вот, когда приезжают, да, сюда. Это президенты, вот все их правительства, ну, разных стран там. Ага. Но они, наверное, здесь остаются. Тем временем Катя укладывает спать малого. Вот там вот гостиница, там гостиница. Здесь все в гостинице. Хотим сходить вот туда прогуляться. Там какие-то что-то типа, либо виллы. Узнаем, расскажем. А на парковке вот есть туалет. Можете в туалет сходить. Бесплатный. И тоже очень шикарный. А вот там вот горы. Наверное, на картинке не видно, как обычно. Но там горы. Очень красиво. Сейчас пойдем гулять, снимать, показывать. Блин, классно. Классный день. Как обычно. У меня каждый раз классный день. Так я не знаю, они реально классные дни. Идем смотреть вот эти вот красивые домики. Это как парк отдыха. Что-то типа того. Ну, типа домик отдыха. Выспались. Сейчас могу сделать дело. Пришли к этим домам. Посмотрите, как... Ну, они реально красивые. Машина стоит. Возможно, здесь кто-то живет. Сейчас узнаем. Посмотрим. Ну, вот такой домик. Такую дачку. И ручей, да, как на фабрике. И ручей, как на фабрике. Там стоит такой уличный типа мангальчик. Типа каминчик. Я думаю, что можно что-то поджарить. Какие-то шашлыкозные. Что-то вот это. Сейчас узнаем. Можно там заходить. Нельзя заходить. Просто выглядит так, как будто бы частная территория. То есть вон, люди одеваются, заходят, выходят. Может, вообще, это как экскурсия. А дальше пройти нельзя. Можно только отсюда. А все, кто заходит в дома, это делегация. Особенные люди говорят. И можно. Да. Хотели посмотреть, потому что там некоторые домики с бассейном. Видела? Да, да. Я видела, когда ехала. Там реально постоянно. Пойдем дальше. Там дальше какой-то, ну, современно-исторические постройки. Вот так вот. Построились сейчас, но в историческом стиле. В общем, эти домики обычно люди пока не могут снять. Только делегация какие-то избранные. А вечером все эти елочки, деревья, все светится. Красиво. Здесь вот везде стоят камеры. Вот тут камера. Вот тут на парковке камера. Здесь прям безопасно. Здесь все в камерах. Еще охрана. Везде стоит охрана, все охраняют. И есть уличный туалет, самое главное. Ты можешь не искать, а сходить. Вот идем. Блин, Самаракан-Сити. Интересное местечко на самом деле. Реально. Красиво. Все новенькое, красивенькое. Сейчас будем заходить вглубь, узнавать больше. А сейчас мы идем вот туда вот. Это что-то очень красивое. Строен, видимо, не до конца. Потому что здесь идет стройка. Степа путешественник гуляет. Пузыри пускает. Пузыри пускает? Угу. То есть во всю идет ремонт. Стройка полного ухода. Повтори. Стройка полного ухода. Вот эти вот все красивые здания, говорят, будут продаваться, сдаваться для сувениров. Кафе сувенирные, лавкиные. Ну, для туристов. В общем, туристическая зона. Идем дальше смотреть. Пойдем по сейчас Москву. Техника вся импортная. Вот. Работает здесь. Я еще таких не видела. Не видела? Нет. В России точно так было. Как тебе день? День шикарный. Еще бы Степа был лег поспать. Было вообще хорошо посмотреть, поболтать. Ну, блин. Вот честно, вот как они так красиво это все делают? Не знаю. Нет, даже не знаю. Идем по мосту. Вот он. Красивый. Здесь открываются вот такие вот виды. Вот. Вот так красиво. Настолько красиво, что Степа даже не хочет спать, ложиться. А сейчас будем заходить вовнутрь. Вот туда вот. Нас так наелись, что... Ашикота пробрала. Так наелись. Заходим вовнутрь. Вот так здесь все. Здесь есть магазины. Пойдем посмотрим что-то. Мороженое продают. Было бы лето, я бы съела морожок. Здравствуйте. Посмотрите, что у вас тут. Можно посидеть, покушать. Красиво, да? Красиво, да. Реально красиво. Идем дальше. Видим перед собой кухню. И еще какую-то дверь. А чего там? А можно, да, заходить? Можно заходить. Чего здесь такое? Вон у нас. Здесь какие-то... Из дерева. Здесь, видимо, делают шахматы. Смотри, шикарные шахматы. Делают шахматы, видимо. А ручной, да, работает? Все ручной работает. А снимать можно? А, все, снимать можно. А вот здесь они делают все вот это. То есть здесь каждая деталь сама ручную сделана? Да. Посмотрите, какие красивые. Обалденно. А столы, посмотри, это что же все сделано? То есть здесь все, да, ручной работы, все сделано из дерева. Это красиво. Степан, красиво? Да, красиво. Степану нравится. Идем дальше. Продаются какие-то изделия. Сумки, да. Сумочки, шапочки. Тюбетейки. 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 Кошелечки. А, ну какая-то покажи. Кошелечки. А что? Должатся, денежки там лежат. Денежки там копятся, тратятся, что-то покупается. Вот сумочки. А сейчас мы вам покажем голубей. Пойдемте голубям. А здесь голуби. Ребятник. Ну у нас сзади-то голубяки. О, они каждого свой домик, ты посмотри. Да? Комната. Думаешь? Да, конечно. Зачем эти кубики тогда сделаны? А почему там кроватки нет? Ну, они не спят в кровати. Дальше идем смотреть кухню. Что здесь делается, что готовят. Делаешь фотографии, я уже пришла пару локаций. На, малого. Все, рука сейчас отвалится. О, привет, Степан. Вот здесь кухня. Делают самсу. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Лепешки. Самсу. Мы уже самсы наелись на сегодня. Мы сегодня наелись всего. Ага. И опять вкусная аджика. Я не знаю, зачем нам столько хлеба, но нам опять наш гид купил хлеб. Очень много сегодня сюрпризов. Что это такое? Блин, это вообще красиво. Катя. Здесь все красиво. Здесь все продумано до мелочей просто. Здесь можно посидеть, покушать. Даже можно там посидеть, покушать. Посмотри, какие арочки. И все так сделано, как будто бы это сделано не сейчас, а когда-то. Я уже пару фотокарточек. Чего тебе сделать? Фотокарточек. Опять? Опять фотокарточки просит. Дальше что у нас тут? Здрасте. А мы уже посмотрели такие изделия. Там подведили? Нет, это что-то новое. Нифига. Снимаю. Это ребята нам зовут. Как зовут? Степан. Степан зовут. Степан. Твой зовут? Катя. Прикольно. Интересно. Классно. Чем као? Сур-хандельской болезни. А из чего эта штучка? Мена. Такая шесть. Буана дыхание ладо учат. Асаптичная. Зоб толдану ладо. Успокаиваешь? Успокаиваешь? Успокаиваешься. Успокаиваешься? А? Такого мы еще не видели. Спасибо вам. Это что такое? Музыкальные инструменты собственного производства. Офигеть. Вот они. Сколько их. И то есть на любом можно так играть, да? Да, да, да. Сделано из глины. Это очень интересно. Слышала, как это прикольно? Вот эта штука звучит. Это Катя. А? Катя. Пойдем дальше. Посмотрим. Спасибо большое. Спасибо. Мне нравится, что знаешь, это подходит. Так сразу же, не стесняясь, все показывают. Мини рынок пришли. Здесь продаются сладости. Халва. Это я не знаю. Опять дыня. Мы ее попробуем дома обязательно. Мы ее попробуем? А это что такое беленькое? А я не знаю. Здесь есть. Вот специи в таких мешочках. Устала, Степа, таскать? Не, нормально. Это корица. Корица, палочки корицы. Блин, она очень вкусно пахнет. Засолочка, макарошки, крупица, горсточка. И все в таких мешочках интересно? Спроси. А это что? Так ты спрашивай. Да мне не говорят. А можешь спросить. А вот это что такое? Халва? Алта белая. Это халва. Катюша дегустирует что-то. Чего это? Это тоже халва? А я у нее попробую. Не режьте. Спасибо. Сейчас. Это не похоже на халву. На нашу халву. Это вообще не похоже. Это как шоколад. Как белый шоколад. Да. Ребят, нам дали халву. Она вообще не похожа на халву. Как реально, как шоколад. Степа вам улыбается. А еще вот эта вот беленькая. Что такое? Скажите. А, это тоже, ребят, халва. Может, чуть-чуть дашь на двоих. Еще что-то дают. Это тоже халва? А еще вкуснее. Да? Еще один вид халвы. Он с решком, да? Да. Он вкусный. Ну, спасибо вам большое. Спасибо. Вы очень ему понравились. Да. Улыбается продавцо. Тут можно пофотографироваться. Среди фруктов, овощей. Вот так вот. Можно пофотографироваться. В общем, мы сейчас находимся опять на мосту. Здесь я сейчас покажу площадь. Или как это можно назвать? Наверное, раз здесь концерты происходят, то это логично, что типа в стадионе... А, вот, да, вот здесь вот был концерт, происходил. Очень интересно. А, так это как сцена и есть. Так это и есть сцена, да? Есть. Такая богатая, да? Ну, она необычная. Тебе обычно просто хубик, на нем выступаешь. Осторожно, осторожно. А тут прям что-то какие-то декорации. Сейчас идем до грибного канала. Посмотрим, что за грибной канал. Грибной канал. Вот. Их там два. Вот там вот следующий. Вот один, и там следующий. Опачки. Вода холодная. А вот там вот горы. Я не знаю, как это передать. Кошмар. Нравится? Это великолепно. Горы, конечно, это вообще захватывает дух. Это всегда очень красиво. Да. А вот это вот колесо. Здесь у них тоже бумажная фабрика. А то здесь так же они вот... Она крутится, смачивается. Ну, здесь не смачиваются, но должны. А, нет, вон, влажненькая. Вот. И, по идее, они должны их поднимать там, чтобы толочь. В общем, система одна и та же. Сейчас попробуем зайти. Нет, закрыта. А здесь вот варят дерево. Вот. Ага. Реально, вот. Давайте, да. Точно так же, как там. Это красная водичка, да? Но нам разрешили открыть. А можно зайти? Нам разрешили зайти. Наверх подняться где-то. Тут обзор, говорят, хороший. Здесь вот ветки хранятся. Заходим. Нам разрешили зайти. А вот этот... Сушилось, да? Да нет, просто. Тепло у вас. А, это бы тепло у вас. Все просто, да? Сейчас мы поднимаемся наверх. Говорят, красивый обзор. Здесь вот кофе варят. Заходим. Выходим. Здравствуйте. Нам вообще повезло. Нам сегодня написал человек, который просто, я не знаю, он везде договаривается, нас везде впускают. Вот в такие места. В потаенные, такие потайные. Спасибо, что есть такие люди. Здесь можно купить кофеек, посидеть, попить кофе, посмотреть. Концерт, который куда-нибудь будет. Мне кажется, что здесь, когда концерт, здесь, наверное, места продаются. Вот там вот находится здание. Конгресс-центр. Это в тот день, когда мы шли, все улицы были перекрыты, они приезжали вот туда. Вот здесь вот было шоу дронов. Приезжал известный артист. Было выступление. Это происходило, оказывается, здесь. Продолжаем свое путешествие по новому городу. Сейчас я покажу, как покрывают лаком дерево. Все. Вот так вот покрывают лаком дверь. В этом же старом городе... Ой, в новом городе мы пошли в новую локацию. Здесь Степан, а здесь вот у нас сундук. Катя, что в этом сундуке должна ходить? Опять в своих домиках, в своих квартирках. Думаешь? Думаешь, это у каждого свой домик? А вот тот вот голубь, где их два, он шо, к нему в гости пришел? Может, это вообще супружеская пара. Но мы не знаем об этом. Я, кстати, такую люльку не видел еще на гусеницах. А пойдем посмотрим, что там. Заходим в помещение. Ничего страшного, что снимаем. Ножи здесь можно заточить. Даже, я не знаю, это как у казаков, знаешь? А, так вы здесь где делаете их? Да, да. А, даже делают. Вон там тоже мечи. А как правильно говорится, вот меч? Меч, да. Закрубленный. Меч, сабли, название. Сабли, да. Интересно у вас здесь. Вот, Катюш, можете для парикмахерства? Ножнички. Ножницы, вот, маленькие. Это ножичек, да, такой? Да, карманы, это складные. Ух ты. Я такой мечтал, кстати, туда. Да, положим обратно. Оп, все. Спасибо вам большое, у вас интересно здесь. То есть здесь есть сертификат и разрешение, если вы хотите с собой взять на самолет или куда-то, вам выдадут. Примушная. Как ты считаешь, что туда надо наливать? И стразики. Масло. Как стразики. Вот откуда у нас на диване стразики. Мы с тобой нагуляемся и домой их приносим. Все, сейчас идем обратно в сторону машины. Очень красивое место. Я рекомендую сюда сходить. Это называется не новый город, а вечный город. Вот в белой палатке собирались все журналисты мира. Мы прокатимся по городу. Посмотрим. Побыли в вечном городе. Это в Самаркан-Сити. Нам вообще сегодня день понравился. Хороший день. Сейчас я покажу вам частный дом. Хотелось себе такой дом иметь? Ну, конечно. Этот дом построен, как мы поняли, незаконно. Во власти решают снести его или не снести. А потратили на него что-то там больше трех миллионов долларов. Нас, в общем, привезли просто показать домик. Всящий дом. Как здесь это все изнутри выглядит. Смотрите, вот это вот такие ворота. О, камера. Посмотри, за каким забором. Просто бетонным. Пойдем вовнутрь, посмотрим. У нас сегодня какая-то прям экскурсия. Вот двор. Он вообще шикарный. Посмотри, какой он шикарный. А там у вас что? А снизу? Сейчас мы, короче, куда-то идем. Спускаемся. Вниз. Здесь типа пал. Ой, ой. Там кто-то ругается. Там собачка ругается. А, этот здесь он отапливается, да, дом? Да. Котельная типа товара. А, это, в общем, котельная. Здесь дом топится. Катюша, собачки топят. О, ты где? Идем смотреть собак. Ой, малюнка, привет. Ты что боишься? Не укусит можно погладить? Не укусит, по-моему, да. Мусинчик, маленький такой. Такой красивый. Ты посмотри, по-корому. Мусинчик, да, лодину. Тебе, осторожно, это. Вот такая мини-экскурсия по дому. Это... Идем вовнутрь. Посмотреть так визуально. Так оно, высокие потолки сразу. Вау. О, нифига, тут холл. Посмотри, какой здесь холл. Просто прием заходишь и ты здесь царь. Да. Кухня. У нас мы когда в квартире, если там ролики посмотреть, у нас никогда не прибрано. Да. Это домашний уют. Да. Вот. Классно. Не, ну, вообще шикарно. Смотрите, какие высокие потолки. Кухня. Ну, ты что, далеко заходишь? Не, я просто посмотрел. Мы уже были везде, даже в доме, в Самарканде, прикинь. Это настоящий дом в Самарканде, как здесь живут люди. Потолки почти 4 метра. Почти 4 метра. Заходим. А это что у вас? Охренеть. Это гостиная? Да, да. Это гостиная. Катюха, как тебе? Я хочу так жить. Ты на фоне потолков и всего, это просто маленькая. Камин разжигайте? Или нет? Это январный феатр. Ага. Ну, он этот функционирует, да, если что? Он тепло на красоте. Тепло. Ну, для красоты, для красоты. Камин функционирует. Вот. Классно. Вообще шикарно. У вас шикарный дом. Да. Не, кушать спасибо. У нас ваш брат накормил. В общем, дальше подниматься не могу, потому что там спальня у людей личная. Не будем залазить. Мы сняли такие зоны, которые классные. Да, что можно посмотреть. Ну, в общем, шикарно. Спасибо вам большое. Огромное спасибо. Спасибо. Надя, руку вам пошло. Спасибо. Нас опять привезли куда хочешь. Покушать жареный лагман. Нас привезли покушать жареный лагман. Я не знаю, куда он нам влезет, потому что уже... Плются в месте. Реально, ну я не проголодался. А вот там вот у нас это все, что... Это просто еда. Еда. Вот столько. Четыре пакета еды. Два хлеба. Три хлеба. Отсюда один. Один кури. А, да. Три хлеба, самса и плового килограмма. Полтора, наверное, килограмма. Я не знаю, это было весь неделю. Мы это будем реально кушать неделю. Мы теперь шли покушать. Типа. Типа. Ты довольный? Ты высылся? Будем есть жареный лагман. Говорят, что это просто топ. Я уверен, что топ. Я тоже, потому что плов был тоже топ. Ты не надо хлеб? Нет, точно хлеб не надо. Спасибо. Танец живота. Я не знаю, куда нам столько еды. Нас просто целый день откармливают. Да, это вкусно. Это очень вкусно. Я обожаю жареный лагман. Ребята, это топ. Это реально вкусно. Короче, в это место должен прийти каждый съесть плов и жареный лагман. Ребята, это просто восхитительный лагман. Я почти всю тарелку съел. Даже я оценила. Потому что, вот, например, мне нельзя есть жирную, соленую. От этого даже от плова мне было неплохо. Почему я отказывалась есть плов? Потому что мне нельзя жирную пищу. Ну, это лайк. Мы приложим брошюрку, номер и доставка надо. Потому что мы не знаем, как нам отблагодарить. То есть они ничего не берут. Мы покушали, выходим. Все, до свидания. Спасибо большое. Мы погуляли, мы поели. Сейчас мы приехали к дому. И вот столько еды нам дали. Это просто пакет еды и море впечатлений в голове. Это да, нам дали столько. Сейчас домой придем, распакуем. В общем, день прошел суперски. Если вам тоже понравилось, поставьте лайк. Это, это, это был замечательный день.